Всем привет! Этим маленьким уроком мы завершим наш разговор о сортировках вот такой вот задачей. Задача называется поиск катой порядковой статистики в массиве. Формулируется задача следующим образом. На данный массив из N элементов, как обычно, мы хотим понять, какой катый элемент в нем будет стоять, какой элемент будет стоять на катом месте, если массив упорядочить по неубыванию, как обычно. В наших обозначениях нам надо найти просто аштрих от K. Ну, довольно естественная такая задача. Например, первой порядковой статистикой является просто минимум массива. Катой порядковой статистики называется максимум, а N пополамтой порядковой статистикой называется медиана массива. То есть элемент, который будет стоять по центру. В целом, можно решить эту задачу так. Можно отсортировать весь массив или упорядочить с любым из рассмотренных нами алгоритмов, после чего просто вернуть соответствующий элемент, аштрих от K. С другой стороны, в это же время становится понятно, что мы делаем гораздо больше работы, чем от нас требуется. То есть нас попросили узнать, что будет стоять на катом месте, а мы узнали, что будет стоять на всех местах с первого по N. То есть отсортировали весь массив. Действительно ли нужно так много работы делать, чтобы найти катую статистику, непонятно. И тут еще вот что приходит на ум, что если K равно 1, например, то надо искать минимум в массиве. Вообще-то это легко сделать за один проход, за линейное время. То же самое с максимумом. На самом деле, даже если нам надо найти там второй, там вторую порядковую статистику или третью, ну тоже можно, естественно. То есть мы идем и поддерживаем три минимальных элемента. А вот как найти, скажем, медиану в массиве, то есть порядковую статистику, где K равняется N пополам, уже не так в действительности понятно. Ну вот сейчас мы покажем, что на самом деле можно это сделать за линейное время. Мы рассмотрим с вами алгоритм, который делает это за линейное в среднем время. Вот его псевдокод. Алгоритм рекурсивный и на самом деле очень-очень-очень похож на сортировку, на быструю сортировку. В действительности это такой, как частный случай быстрой сортировки. Ему на вход тоже подается массив A, индекс L и R, в которых мы ищем, внутри которых мы ищем, и индекс K, где K это тоже число от L до R. Ну, во-первых, если L у нас больше либо равно, чем R, то есть под массив, который нам дали, он там пустой или размер 1, то мы просто выдаем A от L и все, и останавливаемся. В противном случае мы так же, как и в алгоритме быстрой сортировки, выбираем случайный элемент, относительно которого мы разделимся. То есть мы выбрали случайный элемент и запустили partition, причем вот тот три разбиения. То есть оно разбило нам массив на три части. На часть от L до M1 в этой части будут лежать элементы, которые строго меньше, чем X. Следующая часть будет с индексами от M1 плюс 1 до M2, там будут лежать элементы равные X. И, наконец, последняя часть от M2 плюс 1 до R, там будут лежать элементы больше, чем X. То есть наша процедура должна так переставить внутри элементы и выдать нам элементы M1 и M2, чтобы выполнялись вот эти три свойства, что эти три части содержат элементы меньше X, равные X и больше X, соответственно. Любая из этих частей может быть пустой, ну, кроме единственного, что средней. В средней уж как минимум X попадет. Вот. А дальше, ну и мы знаем, что нам хочется понять, какой элемент будет стоять в индексе K в этом массиве. Ну, дальше мы смотрим просто, куда попало K, в какую из частей. Если K у нас попало от L до M1, тогда мы для левой части делаем рекурсивный вызов. И там пытаемся понять, кто же будет стоять в ячейке с индексом K. Ну, нам выдает это просто рекурсивный вызов. С другой стороны, если K попало в центральный массив, то есть K у нас будет больше либо равно, чем M1 и меньше либо равно, чем M2, значит мы знаем, что на этом месте обязан стоять элемент X. Поэтому мы сразу просто возвращаем X. Ну, и в противном случае, если K попало в третью часть, тогда мы делаем рекурсивный вызов для A от M2 плюс 1 до R. Вот и весь алгоритм, корректность которого просто следует из того, чем занимается процедура partition. В общем, она ясна. Другими словами, это то же самое, что и быстрая сортировка, кроме того, что мы вместо двух рекурсивных вызовов делаем один. То есть после того, как произошло разбиение, мы знаем, в какой части нам надо искать этот кат-элемент, просто сравнив K с вот этими индексами M1 и M2. Соответственно, во вторую часть мы даже и не лезем, происходит один рекурсивный вызов. Теперь нам осталось оценить время работы этого алгоритма. Для этого нам понадобится следующая лемма вспомогательная. Формулируется она следующим образом. Математическое ожидание количества подбрасываний монетки до первой решки включительно равно 2. То есть другими словами, у нас такой случайный эксперимент. Мы подбрасываем монетку и останавливаем этот процесс в тот момент, когда выпадает решка в первый раз. И мы хотим посчитать, сколько же в среднем нам надо будет бросить, пока мы не увидим решку. Ну то есть, возможно, решка выпадет сразу, тогда у нас одно подбрасывание произошло. Возможно, нам очень будет не везти и 10 раз подряд там выпадет орел и только потом решка. Но мы, в общем, понимаем, что вероятность этого, что 10 раз нам не повезло с монеткой, вероятность этого это 1 поделить на 2 в десятый. Ну то есть 1 вторая в десятый. 10 раз подряд выпал орел. Соответственно, чем больше мы ждем до появления решки, тем меньше вероятность того, что нам придется столько ждать. Ну вот поэтому, во-первых, есть надежда, что мат ожидания оно все-таки какое-то маленькое. Ну и вообще оно прямо двум равно. Доказывать можно это разными способами, но можно просто понять, например, рекуррентное соотношение на вот это вот число Е, которое мы пытаемся оценить. Можно представить себе так. Если, ну, либо с вероятностью 1 вторая мы решку выкинули прямо первым же подбрасыванием, это произошло с вероятностью 1 вторая, ну и тогда у нас просто мы потратили одно подбрасывание. Либо же с вероятностью 1 вторая нам надо кидать дальше, но это значит, что дальше у нас происходит тот же самый просто процесс. Соответственно, можно написать вот такое вот равенство Е равняется 1 вторая на 1 плюс 1 вторая на 1 плюс Е, поскольку одно подбрасывание мы уже потратили, ну и дальше повторяется тот же процесс. Из этого уже следует, что Е равно 2. Либо же можно просто аккуратно расписать по определению мат ожидания. Что у нас за процесс? Мы кидаем монетку и ждем первую решку. С какой вероятностью решка выпадет на там и там шаги? То есть мат ожидания нашей случайной величины, это как бы вероятность того, что величина будет равна числу И, умножить на И. И надо это просуммировать по всем И. Суммируем мы до бесконечности, поскольку сколько угодно орлов может выпасть. И то, что решка выпала впервые именно на И там подбрасывание, вероятность этого это 1 поделить на 2 в И. Почему? Ну потому что раз решка впервые выпала на И там шаги, это значит до этого И минус один раз выпал орел, а после этого выпала решка. То есть у нас зафиксирована последовательность из И выпаданий. Вероятность каждого из них была 1 вторая. То есть монетка у нас честная, там с вероятностью 1 вторая выпадает та и другая сторона, независимо от предыдущих подбрасываний. Соответственно, получилась такая сумма, и мы совсем недавно с вами ее уже считали, когда вычисляли время построения кучи. Этого эта сумма равна 2. Ну еще одно доказательство получилось, факта, который мы и так знали. Теперь этой лимой мы воспользуемся, чтобы показать, что время работы нашего алгоритма в среднем линейно. То есть другими словами, мат ожидания времени работы нашего алгоритма линейно. Почему мат ожидания, опять же? Ну потому что время работы нашего алгоритма это случайная величина. Оно зависит от того, как нам везло там с разделителем и как он выбирался. Ну давайте через t от n обозначим среднее время работы. Тогда на t от n можно написать такое рекуррентное неравенство. t от n меньше либо равно, чем t от 3 n на 4 плюс u от n. Откуда оно берется? Ну вот откуда. Давайте рассмотрим такое вот понятное неравенство. Что время работы нашего алгоритма на массиве размера n это случайная величина. Оно меньше либо равно, чем сумма таких двух случайных величин. Это время работы для массива размера 3 n на 4 плюс время, которое наш алгоритм потратил на то, чтобы уменьшить наш массив с размера n до массива 3 n на 4. Ну то есть понятно, что такое неравенство есть. Ну просто потому, что вот это время, которое мы потратили, пока уменьшали массив, а это время, которое мы потратили после того, как уменьшили. Что значит время, которое мы потратили на уменьшение массива? Это, ну мы выбираем разделитель каждый раз там случайным образом. После этого массив как-то там делится на какие-то части, и мы с одной из этой частей продолжаем. Ну вот мы ждем, пока у нас часть не останется размера меньше либо равно, чем 3 n на 4. Пока это произойдет, не знаю, может быть сразу после первого выбора разделителя нам повезло и массив сильно уменьшился может быть нет может 10 раз подряд у нас откусилась по одному элементу всего и ничего не уменьшилось это случайная величина но что мы про нее знаем про эту случайную величину это то что в среднем нам надо выбрать два элемента до тех пор пока мы не выберем хороший элемент значит почему так кто такой хороший хороший это тот который уменьшит массив до размера 3 на 4 сразу почему так потому что в нашем массиве помните мы в быстрой сортировке рисовали такую картинку в массиве есть n пополам хороших элементов они живут в по центру это такой центральный кусок длины пополам по царсированном массиве от них слева есть на 4 элементов и справа если на 4 вот если любой из них попадется нам как разделитель тогда массив разделится так что каждая из частей будет размера не больше чем 3 на 4 это ровно то что нам надо как с вероятностью 1 2 мы при каждом тыканье в разделитель попадаем хороший элемент который разделит нам хорошо а это в свою очередь означает что мат ожидания количеству раз которые нам придется которые нам придется тыкнуть в разделитель на до тех пор пока мы не получим массив размера 3 на 4 это просто два по предыдущей доказанной ленис вероятность одна вторая нам везет то есть выпадает решка и мы ждем первого везения как бы ну вот это в среднем через через две итерации произойдет и так вот это вот неравенство получается просто взятием среднего от от вот этого неравенства то есть средняя от времени работы для массива размера n это t от n средняя от 3 средняя от времени работы на массиве 3 на 4 это 3 на 4 наконец среднее время на уменьшение размера массива до 3 на 4 это вот н потому что у нас в среднем два выбора разделителя происходит до тех пор пока у нас не получится массив размера 3 на 4 ну и на каждый разделитель, мы тратим время у от n на partition. Итого, в среднем время 2 умножить на у от n, это у от n и есть. Ну, почти все. Теперь осталось заметить, что из этого регулянтного соотношения следует, что t от n это у от n. Растет как у от n. Но как это делается? Ну, довольно просто. Давайте ну, где-нибудь я это на полях сделаю. Давайте вот это у от n заменим на c умножить на n. Ну, это все равно некоторая константа умножить на n, но давайте так и сделаем. Тогда можно, это регулянтное соотношение, в нем всего один член, его можно разворачивать. Ну, то есть, можно было бы и дерево нарисовать, но это дерево, оно какое-то странное такое-то дерево. Вот здесь n, здесь там 3n на 4, здесь сколько там, 9n на 16, здесь сколько, 2764n, ну и так далее. И на каждом уровне мы тратим линейное время. Ну, видно, что то, что у нас получается, это убывающая геометрическая прогрессия. И мы знаем, что когда мы ее просуммируем, то ее сумма растет так же, как и ее максимальный член. Максимальный член это просто n. Соответственно, время работы нашего алгоритма это у от n. Доказано. Ну вот, научились любую порядковую статистику в среднем искать за время у от n. Давайте вместо заключения я, как обычно, без доказательства сформулирую факт такой, что на самом деле любую порядковую статистику можно находить и за линейное в среднем время. Алгоритм более сложный, к сожалению, не слишком сложный, но просто более сложный и для реализации, и для анализа. Ну вот он есть, знайте, пожалуйста. Продолжение следует...